Сама идея принятия соглашения о борьбе с пиратской продукцией появилась пять лет назад в США. Почти сразу же ее поддержало правительство Японии, а затем в 2011-м в Токио к ней присоединились еще несколько крупных торговых держав. Австралия, Канада, Южная Корея, Сингапур и Новая Зеландия. В январе 2012-го свои подписи под соглашением поставили представители Брюсселя и 22 стран ЕС. В Европе первоначально никто не возражал против заявленных целей документа, но чем больше депутаты изучали досье, тем больше выявляли скрытых в нем опасных нюансов, угрожающих неприкосновенности частной жизни европейцев и их демократическим правам. Депутаты польского сейма даже устроили акцию протеста прямо в парламенте, надев на себя маски Гая Фокса. Недовольство выплеснулось на улице, после чего еще несколько законодательных органов стран ЕС отказались ратифицировать документ. В марте Еврокомиссия предложила отправить текст на экспертизу в Европейской Сусправедливости, но депутаты, среди которых сегодня присутствуют и члены пиратских партий, рассынили это как уловку со стороны исполнительной власти. Один за другим комитеты Европарламента выносили соглашению свое негативное заключение, после чего решение пленарного заседания было фактически предопределено. Впрочем, многие опасаются, что Брюссель не сдастся и в ближайшей перспективе попытается провести другой документ со сходным содержанием.